СНТ «Цаготуй» начал существовать официально только в 2012-м. Однако селиться здесь начали еще задолго до этого. Проблем местные жители не знали до того, как им не потребовался адрес регистрации. Мы-то ведь с 96-го года живем здесь. У нас нету ни документов, нету. Благо то, что мои дети отучились. У меня же есть внуки и правнуки. В школу не берут, потому что нету прописки. Детсад не берут, потому что нету прописки. Узаконением участков занимался прошлый председатель. Но его не стало, и бразды правления перешли к новому. Приняв полномочия, Сергей выяснил, что старое товарищество было расформировано. В 2022-м его восстановили. А годом позже приступили к разработке проекта «Межевание». У нас есть СНТ, и нам передан в аренду, грубо говоря, весь земельный участок, который находится под... Ну, весь СНТ занимает. То есть, вот этот земельный участок предоставлен нам в аренду. Поэтому, чтобы его узаконить, нам нужен именно проект «Межевание». Мы подготовили проект «Межевание», подали в комитет архитектуры. Однако там при детальном рассмотрении специалисты выяснили, что в проекте есть ряд недоделок. К тому же, как оказалось, часть СНТ нарушает требования безопасности полетов воздушных судов, которые были установлены в 2019 году. Другими словами, люди стали вне закона спустя 7 лет после образования товарищества. Установлено, что часть земельных участков, а их порядка 37 земельных участков, попадают в седьмую подзону границ при аэродромной территории. Дело в том, что это вот эти 37 земельных участков проблематично их потом передать гражданам, ну, то есть выкупить их и получить их в собственность. По закону вдоль этой линии не допускается размещение жилых домов. Тем самым заветная прописка становится невозможной. Не зная, что делать дальше, люди обратились к своим депутатам. Сегодня на выездном совещании народные избранники встретились с людьми и главами профильных комитетов. Главная задача понять, как не оставить жителей без регистрации. Мы все понимаем, что вопрос очень сложный, потому что при аэродромной территории, седьмая подзона, и поэтому нужно аккуратно нам посмотреть, понять, что же такое мы имеем. Послушав стороны депутатами, было принято решение организовать рабочую группу по решению этого вопроса. Детально разобрать надо именно 20 участков, которые попадают именно в ту подлетную зону, седьмую подзону, и 17 участков, которые находятся пополам, ну, половина участков находится в подлетной зоне. Поэтому здесь поступило предложение от депутатов, что необходимо создать рабочую группу, и будем детально прорабатывать каждый элемент, каждый участок детально прорабатывать. Депутаты взяли вопрос на контроль. Его обсуждение уже назначили на начало следующей недели. Получится ли жителям прописаться в своих домах, будет известно позже. Базарю Шеев, Бату Гармын, Новости дня.